Если вы хотите улучшить свое самочувствие, укрепить мышцы ног, укрепить сердечно-сосудистую систему, а также похудеть, во всех этих случаях вам поможет такой тренажер, как велотренажер. Физкульт, привет, друзья, на связи Мускулшоп. Сегодня поговорим, как правильно заниматься на велотренажере. Велотренажер это универсальный снаряд. Это почти такой же полезный тренажер, как и Орбитрек, как и беговая дорожка. Пользы от него будут не меньше для сердечно-сосудистой системы. На нем можно проводить тренировки вплоть до часа. Начинайте от 10 минут и увеличивайте время тренировки постепенно. Есть ряд преимуществ занятий на велотренажере. Почему полезен велотренажер? Первое. Он включает в работу все мышцы ног. Мышцы голени, мышцы бедра работают. Активно увеличивается кровообращение. Второе. Велотренажер значительно укрепляет сердечно-сосудистую систему. Разгоняет кровь, укрепляет сосуды. Это полезно в первую очередь тем, у кого сидячий образ жизни. Такие профессии, как врачи, айтишники, может быть даже преподаватели, учителя, водители. Третье. На велотренажере можно активно сжигать жиры. И он помогает развивать выносливость сердца, сердечно-сосудистой системы. Велотренажер позволяет проводить тренировки людям с любым уровнем подготовки. Он также снижает практически на нет нагрузку на суставы, на голеностопный, на коленный сустав и на тазобедренный. Чего нельзя сказать, когда вы занимаетесь на беговой дорожке. Там нагрузка на суставы немного выше. Это можно порекомендовать людям, у которых есть проблемы с суставами. Вот, к примеру, у меня есть такая же ситуация. У меня проблемы с ногами, у меня есть варикозное расширение вен. Такой диагноз мне поставили врачи. И они рекомендовали мне заниматься на велотренажере. Что я активно и делаю. Велотренажер удобен тем, что он занимает совсем мало места. Он очень компактный. Его легко переместить. У него есть транспортировочные ролики. И вам не нужно никуда ходить в зал. Тратить время на поездку. Тратить деньги на абонемент. Вы поставили его дома и занимаетесь в любое удобное для вас время. Кстати, велотренажер используется для подготовки спортсменов. Даже профессиональных спортсменов. В качестве дополнительной кардионагрузки. В таких видах спорта, как хоккей, футбол, бокс, единоборство. Так как же правильно заниматься на велотренажере? На велотренажере вам стоит заниматься минимум 10 минут в день. Об этом я уже говорил в начале ролика. Следить за частотой пульса. Естественно, вы, когда подбираете велотренажер, вам нужно выбирать его, чтобы были датчики пульса обязательно. Это такие вот штучки на рулевой колонке, за которую вы беретесь. И монитор показывает ваш пульс. Кстати, обращаю внимание, что пульс он показывает не сразу, а вам нужно примерно около минуты, чтобы он вышел на ваш рабочий ритм. Фон, это имеется в виду монитор, либо сам велотренажер. Потому что он начинает считать с 70, 72 ударов в минуту, смотря какая модель. И постепенно выходит на ваш рабочий пульс. То есть, если он сразу, вы взяли из-за датчики, он показал у вас 70 ударов, не переживайте, все в порядке. Ему просто нужно время. Далее, вам нужно обязательно понимать, что вы будете заниматься очень долго на велотренажере. Ну, если вы действительно хотите достигнуть какого-то результата. То здесь уже второй включается фактор, это комфорт от тренировки. Вам нужно, чтобы удобно было сидеть на нем довольно продолжительное время. Что имеется в виду под удобством? Это возможность регулировки рулевой колонки. То есть, вы должны понимать, что эта функция довольно важна. И так как все люди имеют разный рост, тем более, если вы, к примеру, в семье планируете поставить велотренажер. И его будут использовать члены вашей семьи, но они все, соответственно, разного роста. И под себя, чтобы подстроить его, вы должны понимать, что это можно сделать как с помощью рулевой колонки, так и с помощью регулировки сидения. Высота, естественно, вы подбираете такую, чтобы нога была немного согнута в нижней точке. И здесь еще вы можете регулировать глубину посадки. Это очень важный фактор, потому что далеко не все модели велотренажеров обладают этим функционалом. Именно регулировка сидения по горизонтали. И вот когда у вас эти три параметра есть, то есть все регулировки рулевой колонки, регулировка по высоте сидения и по горизонтали. Вы можете максимально комфортно подобрать эти параметры, так, чтобы у вас была прямая спина, удобная посадка. И комфортно было заниматься вам длительное время на ней. Если вы хотите, скажем, похудеть на велотренажере, то для этого вам нужно брать велотренажер, который питается от сети. Так называемый велоэргометр. Почему? Потому как в этой модели уже встроен дополнительный двигатель, который меняет нагрузку. То есть отводит пластины с магнитами от маховика, либо приближает. Вот это меняется степень нагрузки на велотренажере. Как это создается? Это очень легко выбираете программу, нужную на мониторе. И она меняет у вас режимы. То есть вы занимаетесь в интервальном режиме. То есть выше нагрузка, потом ниже с определенной частотой по времени, снова выше, потом чуть-чуть падает. То есть есть разные программы. Здесь вот на этой модели 12 типов программ. От новичка до самого продвинутого. И вы выставляете любую, которая вам подойдет. Занимаясь при помощи интервальной тренировки, вы гораздо эффективнее будете сжигать лишние калории. Также нужно помнить, что тренироваться на велотренажере нужно желательно либо с утра, либо вечером после работы. Но уделяйте этому минимуму полчаса. Надеюсь, это видео было полезно для вас. Все модели велотренажера вы можете выбрать на нашем сайте Мускулшоп. Пользуйтесь дополнительными скидками по промокоду. На связи был Сергей. До новых встреч. Пока.